Народ всей страны в течение трех лет постепенно приходил к собственному решению, что другого выхода, как отстранить от власти всех тех, кто в течение 20 лет управлял этой страной, нет. С сел, с малых городов, граждане республики говорят о том, что должна сформироваться новая политическая сила не из тех, кто был в правительстве, в парламенте в течение 20 лет. Почему? Потому что те, кто были во власти 20 лет, доказали алчность свою, антинародность свою и неспособность реализовать чаяния и простые потребности людей в труде и в будущем каком-то. И именно поэтому под знамена социал-демократов в городе Бельце пришло не менее 4 тысяч людей. Притом не только бельчан, а представителей практически всех районных центров города, то есть нашей страны, которые знали, что мы проводим митинг-протест. Я очень горжусь тем, что помимо членов нашей партии, значит, около 4 тысяч людей с различных уголков страны приехало поддержать бельчан и выступить против унионистов. Это первое. Второе. Все члены нашей партии получили повязки нарукавные. Белая повязка, на которой было написано ПСД. Партизу сначала демократ. Мы не скрывались от глаз, от камер и обозначили себя членом нашей партии именно повязками. Я также хочу обратить внимание, что многие просто горожане подходили и брали повязку как знак того, что они солидарны с борьбой. Согласен. Я хочу уточнить этот момент, потому что я уже знаю, что есть провокационные видео, когда люди, кто-то был пьяный, подвыпивший, брал нашу повязку, тоже там где-то кричал, выкрикивал момент. Я хочу уточнить этот момент здесь и сейчас, что люди подходили, я сам это видел, просили дайте нам тоже какой-то знак, чтобы мы показывали, что мы боремся. Кто-то мог уронить повязку, кто-то мог, подходили ко мне, просили повязку, я давал, но суть заключается в том, что мы раздали повязки следом нашей партии с четким и ясным поручением, что роль людей в повязках заниматься охраной общественного порядка, не допустить прямого контакта между полицией и теми, кто пришел против митинга унионистов, не допустить прямого контакта между унионистами и теми, кто выступает против унионистов. Все камеры видели, что я стоял на рубеже между полицией и теми, кто пришел против унионистов выступать, я обеспечивал порядок, чтобы не было прямого столкновения. Наши люди выбирали из толпы выпивших, которые пришли почему-то в районе трех часов. До трех часов на площади не было ни одного выпившего и вдруг около трех часов появилась группа около 40 человек со жгутами, с наколками, в нетрезвом состоянии, откуда они появились, они не были с нами в чине всего дня. Это были чистые провокаторы. Мы этих провокаторов выдергивали из толпы, выводили их всеми различными способами. Но ни одного факта, чтобы в том месте, где был прямой контакт полиции и протестующих возле дома культуры, не было ни одной драки, ни одного удара, ни одного столкновения. Да, были случаи, когда со стороны митингующих летели яйца тухлые, но они, соответственно, никому никакого вреда не нанесли. Я обращался по мегафону неоднократно, ни в коем случае не допускать метания яиц, каких-то предметов сотрудников полиции, которые абсолютно с достоинством, честно, правильно, в соответствии с законом, выполняли свою службу и не применяли никаких спецсредств против митингующих. И уж тем более камней, арматур и всего остального. Никаких бросков камней возле дома культуры, где был организован перекрытие дороги, чтобы не пропустить на центральную площадь унионистов, не было зафиксировано ни видео, ни сотрудники полиции. Я в постоянном контакте находился с начальником управления уголовного преследования Министерства внутренних дел, в постоянном контакте находился с комиссаром полиции. Мы согласовали действия, чтобы не было никаких несчастных случаев. И когда они обращали мое внимание, что в толпе появились какие-то подозрительные лица, я говорил, что это не наши, значит, наши люди в повязках выводили этих людей из толпы. Поэтому была согласованная линия поведения между полицией и нами на площади.